МАРТИ Марти – железный мальчик. Марти – железный мальчик. Марти – железный мальчик. Марти – железный мальчик. А? Куда она подевалась? Али? Что? Папа? Папа! Папа! Что это? Папа! Подожди! Папа! Как ты себя чувствуешь? Что с тобой? Али, мы находимся в пустыне рядом с Великой долиной. Нет, мы давно оттуда ушли. Это был всего лишь сон. А? Значит, я спал? Да, верно. Но всё было так реально. Ты до сих пор не можешь прийти в себя после битвы в Железной башне. Врачи говорят, что ты скоро поправишься. Сейчас тебе лучше отдохнуть. Ага. Ну, хорошо. Я так и сделаю. Подожди. Тебе легко бежать в таком плаще. Между прочим, я не успел отдохнуть. Марти, в тяжёлом состоянии, да? Это мы и должны выяснить. Идём. Ой, согласен! Похоже, настало время применить знания шагов в полёте. Та-та-та-та-та-та-та-та-та! Сделать шаг лёгким, как будто летишь! Ладно, пусть первый раз мне не повезло. Но уж на этот раз... Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та! Врачи никак не могут в это поверить. Несмотря на тяжёлые повреждения, твой друг почти поправился. Али Я с тех пор, как мы пришли сюда, я всё время думаю о том, что хочу навестить президента Раймера Раймера? После всего того, что произошло, ты забыла, что он использовал тебя в своих преступных целях? Нет, не забыла Но, честно говоря, он единственный, кто заботился обо мне Стой! Кто ты такой? Ягав, покровитель семьи Иона, пришёл к своему господину Марти Учтите, я личный оруженосец Марти Добро пожаловать в штаб генерала ЦДФ, вас ожидает директор Что это? Вход с собаками запрещен Как это с собаками? Я же специально созданный робот-сопровождение! Возможно, но ты не имеешь права войти Уходи Да пропустите же меня! Я лучший друг Марти, он без меня пропадёт! Ну что ж, если нельзя, значит нельзя Пошли со мной, мы как-нибудь это уладим Пропустите его! Стражи лучше, солдат! Али, нам надо идти Нас ждёт директор Ну, босс, успокойтесь немного А? Мне кажется, что нам всё-таки повезло Если честно, мне тут даже нравится Мы в тепле, под крышей И тут нет никого, кто нам обычно мешает Это верно! Всё равно, что взять небольшой отпуск Тогда собирайте чемоданы Потому что мы сейчас же уходим отсюда А что это, босс? Как? Вы ничего не знаете о грабеже? Какие же вы глупые! Эта палочка и есть отмычка И когда мы с помощью неё откроем дверь Мы выберемся отсюда! Мне кажется, что это плохая идея Не думаю, что сбежать будет так легко Я тебя и не спрашивал о том, что ты думаешь по этому поводу Теперь отойдите, дайте мастеру поработать Если честно, я как раз собирался сказать вам об этом, босс Решётки находятся под напряжением Хорошая новость Мы вас освобождаем Вас оправдал сам генерал Эй! Ура! Хорошо! Наконец-то! Он доказал нашу невиновность! Но прежде чем мы вас отпустим Вы должны отчитаться о том, что вы сделали на поле сражения Сейчас к вам придёт следователь Задаст несколько вопросов Ответьте на них Это будет не так легко Им не удастся посадить нас на решётку Вспомните, что говорил великий Спиноза Неважно, сколько раз вы... О, привет, дружок! И что же вы хотите узнать? Папа! 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 Скажи мне, куда ты идёшь? Я не твой отец Но папа! Баттонс! Привет, Марти! Как я рад тебя видеть! Да, я привёл с собой Гафу, представляешь? Ты не поверишь в то, что со мной произошло! Великий учитель Янг научил меня трюку шаги в полёте! Поэтому я смог сюда добраться! Правда? Здорово! Это невероятно! Мне пришлось много раз пройти по столбам, прежде чем я научился! Ладно, ладно, как только я приготовлю тебе завтрак, я тебе всё расскажу! И потом один раз, один раз... Я забыл масло, Тит, и мне тогда было плохо, и потом, конечно, это уже другая история, я постепенно освоил мастерство начинающего грабителя, и потом кто-то сказал, что я собираюсь ограбить Федеральный банк, это лошадь! Ой, мамочки! И кроме всего прочего, иногда, иногда я изобретаю что-то новенькое, и потом говорю, что так говорил! Виновно! Отлично! Вы невиновны! Сейчас вы не представляете угрозы никому, кроме самих себя! Вы свободны! Благодаря мне мы, наконец-то, выберемся из этого места! Как же так? Вы совсем не думали о том, как можно выбраться отсюда? Эй, босс, посмотри вперёд, вот и выход! Посмотрим! Шаги в полёте похожи на обычные... Невероятно! Здесь палата на одного человека! Видите, в ней находится никто иной, как мальчик с кулаком его собака! То, что мы ищем! Мальчик с кулаком! Правда, что ты несколько раз спас Гафа? Так и есть! И ты полетел! Да! Ай, какая удача! Только посмотрите, кого мы здесь нашли! Босс, мы возвращаемся! Похоже, мы заблудились! Наши планы изменились! Теперь мы не уйдём отсюда, но... Нам надо переодеться! Реконструкция Гигантера производилась здесь, в подземной лаборатории под 17 уровнем, согласно приказу Раймера. Его облик совпадает с тем, какой был у него во время войны роботов, за исключением одного. Он может быть запущен только при непосредственном участии Али. Думаю, что только я одна могу разобраться в тех программах, которые его активируют. Поэтому Раймер включил меня в проект. Хм! Говорят, что лучшие учёные в мире пытались разобраться в кодах программы, и бесполезно. Как же может такая маленькая девочка, как ты, разобраться? Думаю, что я родилась с этими способностями. Раймер на меня рассчитывал и включил меня в проект ещё в детстве. Хм! Тогда просто великолепно! Значит, пока ты находишься с нами, у них нет шансов активировать Гигантера. Боюсь, что здесь не так всё просто. Пока Федерации не удалось расшифровать коды, хотя наши лучшие умы работали над ними несколько месяцев. Думаю, что он уже это сделал. Ой, кто это он? Мои сенсоры сражения. Похоже, они как новые. Новые? Ты ошибаешься. Я их просто улучшил. Сделал их более мощными и быстродействующими. На этот раз, чтобы никаких промахов, когда снова приступишь к выполнению своей миссии. Думаю, что преимущество пока на нашей стороне. Возможно, он такой же хороший воин, как и ты. Но согласись со мной, мальчишка не может принимать участие в сражении. Он всего лишь ребёнок. Этот мальчик — наша единственная надежда выиграть войну. Да, мне говорили, что он очень сильный и обладает некоторыми способностями. Но ЦДФ не сможет защитить ребёнка. В войне нельзя победить только с помощью древних легенд. Сейчас, хоть и прошло уже сто лет, только обладатель кулака из рода ионов может разрушить генерала. Его силы во много раз больше, чем вы себе представляете. И учтите, что генерала скоро вновь активируют. Я не верю, что это произойдёт. Мы храним его сердце в секретной камере. А это самая важная деталь. Значит, вы действительно верите в то, что говорите? Наши системы безопасности не такие, как в доме семьи Иона. Камеру, в которой хранится сердце генерала, последний раз мы проверяли 20 лет назад. Никто не имеет к ней доступа. 20 лет без проверок? Вы могли не заметить пропажи. Ну, хорошо. Я предлагаю тебе посетить эту камеру, чтобы ты убедился в обратном. Келли, прикажи охране приготовить всё для нашего визита. Да, босс. Эй, босс, разве ты не видишь, как он слаб? Он ещё не поправился. Заболчи сейчас же, иначе ты окажешься на его месте. Послушай, босс, давай уйдём отсюда. Не шумите. Уходи отсюда! Что вы такие? Что вы делаете с рукой? Ну, ладно. Нас специально нанял босс. Мы пришли помочь твоему другу избавиться от некоторых неприятных симптомов. Правда? Вы вылечите его от кошмаров? Как же вы это сделаете? А, ну, тут всё очень просто. Но сначала нам нужно забрать у него это, ну, как его, как называется, перчатка. Э, да, точно. И положить её вот сюда, в сумочку. И увезти её далеко-далеко, чтобы он забыл про неё. И петь, петь в течение всей операции. Ла-ла-ла-ла-ла. Всё гениальное просто. Кошмар лечит именно так. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Слушайте, мне кажется, мы с вами уже встречались. Ой, нет-нет-нет-нет-нет-нет. Думаю, что нет. Мы и есть те самые роботы, которые охотятся за мной. Марти, проснись, Марти. За ним. На помощь, Халли, Гав, кто-нибудь, пожалуйста, на помощь. Баттонс. Опять приснилось. Оставьте меня в покое! Я никогда от них не убегу, если я не воспользуюсь приёмом шаги в полёте. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Эй, осторожно! Мне надо только завернуть за угол, и я буду в полной безопасности. Ой, эй, ой. Ой, Босс, я не могу бежать дальше. Чёрт возьми, куда же подебалась эта собака? Хорошо, хорошо, они отстали. Босс, я не могу бежать дальше. Папа? Марти, сын мой. Ты должен спастись. Пожалуйста, будь осторожен. Ты это мне говоришь? Ты и правда мой родной отец? Папа? Папа, это я, Марти, твой сын! О, нет! Осторожно, папа, берегись! Уходи оттуда! Это был кошмар. Что это? Ах, теперь ещё и света нет. Это всё гроза. Что такое? Алло, кто здесь? Али? Баттонс? Есть тут кто-нибудь? А? Что это было? Что? Что же здесь происходит? Какая страшная сегодня гроза. Что случилось? Я слышала какие-то звуки из больничного сектора. У меня плохое предчувствие. Не беспокойся. В больничном секторе находится целый отряд наших агентов. А? 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 Эй! Есть тут кто-нибудь? Баттонс? Али! А? Ой! Моя голова! Что это такое? Кто ты? Невероятно. Как ты похож на своего отца? А? Ты сказал на моего отца? Марти! Ушел. Надо его найти. Как странно. Я не думаю, что он так скоро вернется. Тут явно происходит что-то странное. Эти звуки какие-то необычные. Да, пошли быстрее. Значит, ты знал моего родного отца? Конечно, да. Я знал его. Мне выпала честь быть знакомым со всем семейством Эона. Только тебя я не знал. Но сейчас настал момент закончить то, что я начал. А ты не знал? Я тот, кто расправился с твоей семьей 10 лет назад. Значит, именно ты сделал все это. Расправился с моим отцом и всей моей семьей. Ну, теперь ты знаешь все. Твой отец отчаянно сражался, но не смог противостоять... ...мой им топорам. Думаю, ты тоже будешь бессилен против них. Сейчас мы это проверим. Значит, все это правда. Обещаю, ты еще об этом пожалеешь. На моей стороне весь род Эона! Значит, у тебя есть преимущество. Мне все больше хочется тебя уничтожить. А вот как! Это все, что ты умеешь. Теперь ты не встанешь. Я покажу тебе всю силу моих чудесных топоров. Вставай, мальчишка! Я должен расправиться с тобой, как когда-то с твоим отцом. Вставай немедленно! Ну же! Очень странно, что такой мальчишка, как ты, причиняет неудобства моему господину. Наследники он, а? Всего лишь трусливый мальчишка. Мы прошли авторизацию на седьмом уровне. Продолжается идентификация голоса. Проверка сетчатки глаза. Идентификация завершена. Добро пожаловать, директор. Я думаю, твой отец поплатился за свое стремление жить. Я до сих пор вспоминаю ту битву. Что? Ой, как мне страшно. Ты правда думаешь, что можешь меня победить? Неплохо. Неплохо. Довольно неплохо. Но у меня пока тоже есть силы. Что? Как ты смог сделать это с моими топорами? Откуда у тебя появилось столько сил? Авторизация завершена. Сюда! Марти! Марти, что случилось? С тобой всё в порядке? Ты убедился? Нет повода для беспокойства. Полная безопасность. Ложись! Редактор субтитров А.Семкин